К другим темам. В сентябре Новый Уренгое отметят свое 45-летие. К юбилею жители и гости газовой столицы получат познавательный подарок. Специалисты Музея изобразительных искусств при поддержке общества «Газпромпереработка» и Управления культуры реализуют проект «Легенды Нового Уренгоя». В чем его замысел и для чего он нужен городу, расскажет Полина Шорохова. Газовая столица России – хоть и молодой город, но уже с довольно богатой историей. Специалисты городского музея знают об этом не понаслышке. Чтобы создать проект о достопримечательностях, пришлось глубоко изучить архивы. Вы представьте, что вы гуляете со своими гостями, которые приехали к вам в город, и вам хочется рассказать о том, какой у вас город замечательный, красивый, какие есть места достопримечательные, а вы информацией не владеете. Но зато вы знаете, что вот здесь стоит информационная табличка, у вас есть телефон, вы подходите и говорите, а смотрите, какая у нас крутая штука. Наводите телефон, получаете информацию, вы получаете набор фотографий, которые рассказывают часто о том, как этот объект возводился, или рассказывают о конкретном человеке, которому посвящен тот или иной памятник. С помощью QR-кодов любой человек, у которого есть доступ в интернет, сможет не только прочитать, но и прослушать аудиоинформацию о достопримечательности. Также к электронному гиду прикрепят тематические песни и стихи. Помимо описания конкретного места, на сайте пропишется маршрут между 20 точками проекта. Одна из них – памятник Владимиру Высоцкому. Почему именно в Новом Уренгое стоит памятник Владимиру Высоцкому? Дело в том, что расцвет творчества Владимиру Семеновичу приходится на 70-е годы. Именно в это время было открыто уникальное по своим масштабам Уренгойское газонефтеконденсатное месторождение. Сюда приезжали первопроходцы, геологи, строители, газовики. Условия жизни и труда были очень непростые, но люди держались вместе, работали и во многом им помогали песни Владимира Высоцкого. Это лишь один пример. В Новом Уренгое есть на что посмотреть. В Северном районе один из масштабных центров притяжения людей – площадь памяти. Это излюбленное место прогулок, однако и про него можно рассказать то, что известно далеко не всем. Например, то, что здесь заложена капсула времени, которую откроют на 50-летие города, а факел, от которого загорелся вечный огонь, зажгли на одном из газовых промыслов вблизи Нового Уренгоя. Эти и другие факты о достопримечательностях газовой столицы мы с вами узнаем уже в сентябре, когда проект «Легенды Нового Уренгоя» воплотят в жизнь. Полина Шорохова, Николай Александров, Служба новостей «Импульс».